так было в прямом эфире в перископе приветствую так оскар все привет это у нас сейчас начало конференции друзья сейчас будем так здравствуйте друзья друзья сейчас мы настраиваемся сейчас начнется моя презентация сейчас я поставлю а вот это она очень удобно да и вот так вот это хорошо тогда я буду если вдруг отклоняться буду ловить так есть Алексей вышлет Линкд. Я уже зарегистрировал, но у меня уже люди стоят. А, под агентством? Нет, я тут давно сделал подайл агент. Но это они будут переставлять. А, то есть это они уже сами сделали? Я думаю, так как они писали вчера, мы переписывали, что они будут переставлять. А тогда нужно просто будет, как они сказали, всех поддержку написать. Как они ноят? Внутри они могут это сделать? Они это сделают. Просто нам, получается, каждому нужно. Я же тут под агентство ставил. Нам нужно будет. Вам и будет еще агентство? Агентство уже станет? Агентство уже станет под... У тебя же стоит там твой линей. Да-да-да, сейчас будет отдельный линк от агентства. Чисто агентство. А агентство регистрируется под Эллу? Да. Получается, тебя переставят под агентство, ну как ты написал, да? А я тоже стараюсь отдельно со своей стороны. Поэтому она такие... Ну что, еще вот так, так, Эллу. Нет, так все, как ты написал, так мы и сделаем. Да. Только надо будет просто техподдержку один написать, чтобы... И там этот Алексей... Он еще не будет делать. Потому что он не писал вчера это самое, и что... Нужно как переставить. Они там поставят. Они вот это сделают, только перестановят. Потому что под Эллой я стою, и вот это Дэлла станет агентством, и меня не переставят под агентством. А автоматически. А вы все будете... Все будете от агентства, будете проходить под агентством? Да. Она будет правильно, понимаете? Она будет правильно. Ну что? Я почему? С каких соблюдений человек это написал? Сейчас я новый допустил. Да, я это понимаю. Новый пришел, тут посидел, ему говорят, на тебе линк, а там Алексей стоит, или еще другой линк. А где это место? А почему агентство стоит? Нет, нет, нет. Значит, все правильно переписать. Другие дела. Будем начинать? О, подожди. Сережа. Сережа, одну минуту. А, твою камеру, да? Одну минуту. У нас тут друзья идут. Сидите. 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 Ну, сначала презентация. Это ролик. Скайлой и гайдов. Все. Готово? Камера, мотор. Сейчас, сейчас, сейчас. Эти, как там народ заходит? Да. Сколько у нас? на это и так 30 38 михаил давайте так сказать я сейчас это я понял три слова сначала скажу потом потом покажем ролики исходя из того что это у меня уже 3 презентации приезжал все идет записи пожалуйста мы немножко меняем формат презентации то есть сегодня мы с алексеем прошлый раз проговорили то есть мы сделали такой короткий трехминутный ролик то есть который показывает суть чтобы было понятно о чем как речь мы сделали уже фото ретроспективу то есть что делали поэтому сегодня несколько доклад будет по-другому чем мы раньше делали но я несколько вводных слов хочу сказать по сути работы которую мы сегодня с вами провели очень интересный доклад был игоря который вот к которому завершили первую часть вот мы сыграли вчера благодаря алексей у нас меня вечером привел и мы тут полночи сегодня поговорили мы познакомились с ним на первой нашей ну кто помнит здесь конференции это было наверно май или июнь да вот он тогда присматривался то есть мы с ним постоянно были в переписке и смотрели материалы вот и сейчас когда приехал мы с ним очень интересно как бы вчера договорились о взаимодействии то что вы видели что игорь очень талантливый серьезный парень финансист серьезного уровня то есть то что получить премию полмиллиона евро это уже о чем-то говорит то есть это показывает за сколько заработал он за этот год еще больше так сказать причем в разы больше то есть это говорит о том что у него серьезный финансовый результат это талантливейший финансовый парень который сегодня делать и естественно что я могу сказать не без нашей уже с выгоды мы с ним договорились о взаимном то есть тот чек который он получил премиум 500 тысяч мы очень хорошо как skyway в этом поучаствуем он давно хотел войти к нам инвестором вот и он входит сразу на довольно таки крупную сумму сразу не буду озвучивать но это очень серьезно для наших инвестиций сумма еще что говорили он сказал что он не будет выстраивать структуру в нашем проекте skyway вот он просто пригласит и через неделю они еще с очень крупными людьми одним из которых один из которых это человек с миллиардным состоянием вот они прилетают на малину горку где будут смотреть технологию где знакомятся с конструкторами и мы начнем уже работать как партнером но тут сразу если немножко и вот так сказать вот мы с этой сидели я говорю когда пригласишь людей своих друзей то они напрямую уже с точки зрения маркетинга под нами зарегистрироваться или под тобой ну конечно подо мной поэтому он все таки профессионал есть профессионал поэтому так сказать я думаю что здесь но это действительно сейчас если говорить уже про наш проект с точки зрения именно млм сетевого построения то нам потянулись сегодня крупные лидеры у нас на следующей неделе начинается крупнейшая мировая инновационная выставка это инотранс где мы выставляем первые две машины где мы показываем о том что технологии существуют о том что она уже готова к реализации и она выходит новый концепт построения транспортной инфраструктуры которая будет создаваться на ближайшие там 20-30 лет то есть это уже факт медицинский это существует и как раз люди которые сегодня работают именно в сетевом маркетинге мы тоже очень много с игром вчера говорили это и построение так называемой концепции простонародней легенды потом от что привлекаются инвесторы то есть каждый видишь игорь там в мае он рассказывал нам одну легенду про один проект сегодня рассказывал другую но факт тут что это профессионально очень качественно сделанные продукты мы же отличаемся чем принципиально другой почему мы проект мы не финансовый механизм то есть мы не берем деньги инвесторов вкладывая зарабатываем деньги возвращаемся процентами мы классический венчурный инновационный проект то есть мы привлекаем инвесторов вкладываем в инвестиции именно в производство создаем продукт из продажи этого продукта возвращаемся никакого другого механизма у нас нет поэтому мы сразу говорим что у нас инвестиции идут не месяц не два а этот год два три мы не можем даже сказать сколько потому что это венчур стопроцентный вот и второе что это именно инновация что мы все начнем зарабатывать и получать только тогда когда эта инновация начнет работать но при этом мы создали очень хороший маркетинг план то есть с точки зрения сетевого привлечения то есть игорь сегодня говорил вот по проекту них там 32 процента у нас 36 процентов именно маркетинг план у нас 19 уровней которые будут до когда можно получать со своей глубины у нас не бинар у нас линейный маркетинг и второе у нас еще идет поощрение лидеров которые идет это 50 процентов от того что идет премии причем идет компенсация акциями то есть те акции которые на которые сегодня приходят инвесторы ну давайте друзья кто первый раз вообще слышит о проекте сейчас мы покажем короткий ролик просто который показывает тут вообще что это такое а потом я еще остановлюсь уже на нуля этих моментов которые будут связаны именно с развитием технологии это skyway капитал это венчурно инвестиционная компания цель которой финансирование проекта струнного транспорта skyway и его инфраструктуры мы создаем принципиально новую транспортную систему экологичную безопасную комфортную и значительно более дешевую чем все существующие ныне решения что же такое skyway простыми словами это надземная транспортная система которая осуществляет свое движение с помощью подвесных рельсов расположенных на анкерных опорах скорость в таком транспорте может достигать 500 километров в час а его движение регулируется автоматически струнная технология положенная в основу проекта качественно оптимизирует транспорт и позволяет сократить вредное влияние транспорта на атмосферу и организм человека технология skyway разрабатывалась более тридцати восьми лет ее создатель анатолий эдуардович юницкий автор более двухсот научных работ и ста изобретений в сферах строительства транспорта машиностроения и электроники преимущества инновационной разработки оценены по достоинству технология skyway получила ряд правительственных наград и грантов оон министерство транспорта российской федерации также признала технологию струнного транспорта юницкого инновационной перспективной и поручила совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологии на транспорте приступить к тестированию мы открыты и готовы к сотрудничеству и совместной работе так после демонстрации проведения экспертизы технологии на нашем производстве было принято решение о внедрении проекта в австралии под руководством рода хука экс-главы департамента транспорта и руководителя компании rha мы постоянно развиваемся в данный момент основной нашей целью является создание действующего образца технологии skyway экотехнопарка подвижной состав будет представлен мировой общественности на международной выставке инна транс в берлине после демонстрации сертифицированного полигона будут запущены конкретные адресные проекты во многих странах мира наша команда это уникальные специалисты в различных областях знаний экономисты финансисты специалисты интернет-маркетинга управления и организации эксперты их опыт и мастерство позволяют воплощать планы в действительность ставить и добиваться новых целей нам помогают региональные лидеры в десятках стран мира это настоящие профессионалы по привлечению инвестиций которые проводят презентации и семинары где доходчиво отвечают на все вопросы заинтересованных слушателей технологии уже заинтересовались многие российские иностранные корпорации чиновники предприниматели крупные инвесторы финансовые группы фонды государства всего людей принимающих участие в проекте skyway более трехсот тысяч человек более семидесяти тысяч инвесторов из восьмидесяти стран мира присоединяйтесь вы можете принять участие финансирование и строительство первого действующего промышленного образца транспортно-инфраструктурных систем skyway экотехнопарка не упустите возможность стать причастным крупнейшей транспортной корпорации стоимость акций который будет постоянно расти совладение технологий skyway обеспечит благополучие вам и вашей семье это новое что мы сейчас как раз делались исходя из того опыта который мы посмотрели как презентуется то есть и мы сейчас вообще очень много стали менять потому что у меня логика выступления была всегда очень просто я показывал несколько фотографий которые были раньше которые делали вот и соответственно показывал что сделать сделано сегодня на этом что сегодня исходя из опыта презентации именно для того чтобы было понятно этого несколько изменились здесь сейчас пройдет ретроспективы ее можно поставить как слайдшоу то есть это просто сейчас партморка слайдов что сделано за последний год будут за этот год когда мы начали строить площадку в мариной горке минске и до сегодняшнего момента когда мы уже начали монтировать путевую структуру а подвижной подвижной состав то есть два первых электромобиля это юнибай как мы называем двухместная электромашина и юнибус уже 14 место они сейчас находятся в берлине на выставке инотранске после нее мы еще везем ее в минск на одну выставку там будет инновации в сфере транспорта белоруссии и после этого уже маленькую горку они приступают к болевым испытаниям поэтому фактически сейчас можно сказать что технология уже доведено до реализации и вот этот венчурный проект где 1 стоял вопрос существуют технологии или не существует технологии мы на него ответили но это не значить что закончилась их венчурность пар début потому что уже сейчас сталкиваемся с тем что начинается реально как конкуренция на рынке инвестиций начинается конкуренция на рынке технологий потому что мы входим в несколько сперс сразу сфер это прежде всего городского транспорта у нас первый конкурент это метро, потому что мы даже не на один порядок, а уже практически на два порядка делаем дешевле транспортную систему сегодняшнего метро. Но я могу сказать, что, я не знаю, берлинских цен или немецких цен, но сегодня московское правительство заключает контракты на строительство метро уже по ценам близким к 300 миллионам долларов за километр. 300 миллионов долларов. Соответственно, наши цены, они просто не на порядок, на два порядка, а еще больше. То есть мы сегодня для городской системы цены дороже миллиона-полутора миллионов с такой же пропускной способностью. Даже не рассматриваем. Только полутора миллионов? Да, то есть это, опять же, это в зависимости от пропускной способности. Мы сделали сейчас две трассы, мы сейчас показываем четыре вида транспорта, то есть четыре вида разновидностей. Значит, первое, это грузовая система, которая перевозит сыпучие грузы, то есть это сегодня основная проблема металлургии, это руда и коксующиеся обуви. И, соответственно, мы сегодня делаем там транспортную систему, которая первой своей веткой будет возить тут двухсот миллионов тонн руды. Чтобы было понятно, сегодня транссибирская министраль, то есть которая проходит через всю Россию, она возит 118 миллионов. То есть у нас путевая структура, которая будет вот с этот сто, будет возить, соответственно, столько, сколько возит весь транссибир. И мы как раз это делаем, показываем, и сейчас уже идет изготовление, то есть залитые опоры, идет монтаж уже промежуточных опор, где-то к весне следующего года начнется монтаж путевой структуры. То есть это одна разновидность. Вторая разновидность, как вы видели, это виды городского транспорта. То есть это воздушное метро, то есть с перевозками там от двухсот тысяч и выше, то есть одной веткой. То есть это полный сегодня аналог метро. Вторая это сегодня скоростная система, то есть это уже скорость 500 километров в час, это уже аналог скоростного транспорта, скоростной железной дороги и уже граничивающая с самолетными скоростями. И третью систему, которую мы сейчас уже монтируем и показываем, это легкий транспорт, индивидуальный транспорт, где одна поддерживающая опора 15 сантиметров толщиной, один рельс 5 сантиметров и подвижной состав электромашины, электромобиль на два человека, мы ее назвали юнибайк, но эта система может выходить также на производительность 150-200 тысяч пассажиров в сутки. То есть это также полный аналог. То есть вот прототипы, то есть модели, которые мы показывали еще год назад, один к десяти, а постепенно мы сейчас уже вышли на промышленный процесс. Теперь я немножко остановлюсь на, как я люблю говорить, футурологии, то есть немножко заглядывать в будущее и с чем мы столкнулись прямо сейчас, причем это подходит вне зависимости от нас. То есть когда мы в Берлин готовили вот этот юнибайт, то есть сейчас будет вообще... Алексей, а можно я буду блистать тогда, да? Вот. Вот эта клубка, да? Который, сестер. Вот эти модели. Давайте я так прям высоем сейчас. То есть это вот закладка нулевого километра, причем видите, как мы хитро сделали. Мы сделали карту в Белоруссии, там поставили уже в километрах. Ну это из того, что у нас есть такая пуньная история, то есть когда у нас были конфликты там с властями в Литве, в частности в России. Поэтому в Белоруссии мы сейчас строим, у нас пока полное понимание. На всякий случай сделали карту в Белоруссии, что когда начнут, если будут выгонять и сносить этот полигон, как у нас было в Москве, ну под Москвой, то мы будем говорить, что вы в Белоруссию сносите. Поэтому это чисто такая задумка. Видите, вот нулевой километр мы заложили, а это вот прототипы подвижного состава. Дальше вот идет реперспектива, как это строится, там, в зимних условиях мы строили. Вот уже промежуточные опоры стоят. То есть это показывает о том, что это традиционная стройка, видите, вот первый километр уходит как раз вот этой путевой структуры. Для нас, как для венчура, почему это очень важно? Вот это все для нас отчеток. Потому что нам постоянно задают вопрос, вы собираете инвестиции, вы собираете инвесторов, а куда они даются? То есть вы где-нибудь строите себе дачу на Канарах, а не строите. Соответственно, мы приглашаем сюда независимых оценщиков и говорим, вот оцените, сколько это стоит. К нам приехали оценщики, эксперты Минтранса, они сказали, что в Минтрансе таких денег, в России, таких денег нет, чтобы сделать такую инновацию. Они говорят, мы бы на это попросили, ну как минимум, 5 миллиардов рублей. Это, конечно, смешно по сравнению с теми деньгами, с теми ценами, которые мы это делаем. Ну вот, опять же, друзья, я это показываю сейчас как доказательную базу того, что технология создана, что технология, вот ее перспективы, которые строятся за этот год. Вот на левом слайде, видите, это промежуточная опора для легкого транспорта. То есть, понятно, что с прогускной способностью, как метро, это просто с точки зрения технологичности решения очень простое. То есть, вот они стоят. Сейчас еще очень интересно, я покажу кадр, то есть, может, у нас в репортаже, вот это, анкерная опора, которая на себя принимает. Это же пересадочный узел, где идет пересадка с высокоскоростной трассы на скоростную трассу, то есть это. Так вот, пропускная способность вот этого узла более 20 миллионов пассажиров в сутки. То есть, кто не знает, это просто, ну, сказали цифру, это. Когда Юницкий, когда защищал эту технологию в Минтрансе, сказал, что 20 миллионов, вот такая одна опора может пропускать, там авиационщики встали, они говорят, не может быть, представляете, у дубайского аэропорта пропускная способность 20 миллионов. Ну, представляете, что дубайский аэропорт, у нас таки... Нет, там просто само... Тут, посмотрите, вот когда говорят про логистику, вот, представляете, метро, московское метро, да, оно там везет 200 тысяч пассажиров одной веткой. Это большие вагоны, все. А там же не одна транспортная система, вы никогда не знают, там две транспортные системы, есть еще эскалатор, который везет пассажиров вниз. Так вот, там всего ступенька, и на ней стоит два человека. Так вот, вы понимаете же, что производительность этих двух транспортных систем одинаковая, потому что сколько людей съехало по эскалатору, столько и уехало в метро. Так у них производительность одинаковая, но там стоит два человека, или один человек на ступеньке, а там ходят огромные поезда. Поэтому логика производительности не совсем правильно говорят, что если маленький вагончик, он мало увезет. Это просто с какой скоростью, с какой периодичностью если он не ходит. Это вот то, что, знаете, ну вот, то есть это этапы, которые вот у нас сегодня прошли. Вот, то есть я так пробегу просто, чтобы было видно. А вот уже начинается монтаж как раз вот этой электромашины, то есть электро, как мы его называем, юнибайка, тут весной. Вот он, его каркас, вот форма, то есть и про него я как раз еще остановлюсь. Вот он сейчас в готовом виде стоит уже в Берлине. Вот, и это оказалось одна из самых уникальных вещей, которые вот мы придумали и сделали в конструкторском бюро за последний день. Вот мотор-колесо. Значит, интересно такие цифры, что вот стоит велогенератор, то есть человек, который сидит в такой электромашине, он может крутить, вырабатывает 0,2 киловатта, это достаточно, чтобы эта электромашина двигалась со скоростью 60 километров в час. У нее привод, мотор-колесо, аккумулятор и чип управления, а это просто подзаряжает аккумулятор. Расчетная скорость этой машины, мы еще пока не переходили к пылевым испытаниям, мы это сделаем в октябре, вот, расчетная скорость 150 километров в час, но тогда она будет потреблять 0,5 киловатта. Безумные цифры, да, так сказать, сейчас. То есть в принципе человек наелотягивает, может... Теперь смотрите, еще такая одна интересная цифра с точки зрения футурологии. Через 10-15 лет мы планируем, что таких вот юнибайков будет где-то около миллиарда штук. Так вот, электроэнергии, которые будут крутить люди, сами вырабатывая и свой жир переводить в движение, будет выработано столько же, сколько выработали бы 47 атомных станций проекта Чернобыльская АЭС. Представляете, какая энергетика будет, да? Но про это тоже мы чуть-чуть, буквально, чуть позже поговорим. Там было как, извиняюсь, 24 миллиона в сутки... 20 миллионов в сутки. 20 миллионов в сутки это пропускная способность только... Нет, не в сутки, причем в год, в год. Вы сказали, что в сутки. Ну, оговорился. Нет, нет, извините. Я считал 19 слоев тысяч минут. Нет, нет, извините, я как бы это... Я сравнил с дубайским аэропортом, то есть это пропускная способность дубайского аэропорта. То есть это 20 миллионов... А вот это, когда у нас в Лазерово проверяли как раз прочно, это самая ровность, пути. Ну, последний. Вот как раз монтаж вот этого елебайка. Это уже он закончен, это кресло у нас стоит. А вот анкерные опоры, которые принимают нагрузку с точки зрения построения. То есть это основа станции. Вот. Так вот, первую опору мы смонтировали за час, вторая опора смонтирована за 20 минут. То есть это когда говорят, скорость строительства, с какой скоростью может строиться эти трассы. То есть они могут строиться десятками и сотнями километров в сутки в зависимости от подготовки. Значит, ну и вот это последнее. Значит, мы закончили все бетонные работы, то есть опора готова. Вот, значит, в чем ее... В чем ее особенность сейчас, так сказать, как говорят... В чем особенность этой опоры пересадочной? Значит, мы ввели такой концепт озеленения пространства, где проходит трасса. То есть почву, которая забирает под собой... Какие вы должны жить? Вот, почву, которая под собой забирает станция, мы сейчас с помощью биоинженерной технологии восстанавливаем ее до гумуса, и сверху получается пространство, которое еще производит продукцию, именно сельскохозяйственную продукцию. Значит, зачем мы это делаем? Нам для того, чтобы она выдержала нагрузки, надо ее нагружать не менее 400-800 тонн. Соответственно, мы должны либо просто заливать туда бетонку, соответственно, чтобы... Либо мы туда ставим почву, и таким образом мы начинаем использовать еще это. И по концепту у нас строительство вот этих линейных городов, которые будут потратиться, они будут давать восстанавливать почву больше, чем мы сегодня берем опоры. Таким образом, мы сегодня в экотехнопарке совмещаем несколько технологий. То есть с помощью биоинженерии мы восстанавливаем, создаем гумус, и дальше там, где проходит мы этот гумус, внося в почву, начинаем делать ее плодородной. Могу сказать, что мы сейчас проектируем несколько трасс. Ну, допустим, там сейчас идут переговоры в Саудовской Аравии, идут переговоры в Израиле, идут переговоры в Египте, идут переговоры сейчас в Монголии, в Америке это Невада. Там, где проходит такая трасса, она может полосой 40 километров делать почву плодородной любую, вплоть до того стопроцентного песка. Поэтому мы сегодня уже вышли за концепцию транспортной технологии, а мы вышли в концепцию технологий, когда эта сеть, мы ее назвали, транснет, туда, куда она приходит, она приносит абсолютно новую цивилизацию, она приносит энергетику, оптиковое лакно, и таким образом это начинает совсем работать по-другому. Значит, вот про мой любимый вот этот Юнибайк, то есть как мы его назвали, он у нас год назывался Юнибайк, потому что это была легкая система, ну, сначала мы его назвали как велосипед третьего тысячелетия, потом постепенно мы стали его называть как электромобиль, а сегодня, когда мы стали работать, вот я уже рассказывал, со специалистами IBM, то есть когда мы столкнулись, они создают сегодня свою систему интеллектуального, искусственного интеллекта, которую они назвали ВАЦИМ. И, соответственно, у них есть одна проблема. Он весит очень много, то есть там порядка 10 килограмм, он требует большой энергетики, и самое главное, он требует интеллектуального пространства, своего общения. Ну, если кто не знает, что такое искусственный интеллект, который создают все, это персональный мессенджер, который будет коммуницировать между вами и информационным пространством. То есть вы ему будете говорить, что надо, он будет выполнять ваши задачи, то есть это персональный переводчик, персональный секретарь, персональный помощник, тот, кто оперирует с вами. Но для этого надо персональное пространство, потому что вы не можете с ним общаться, если рядом кто-то стоит. Вот, соответственно, они вот, и он тяжелый пока, хотя работают они там на, сейчас на нафотонике, все равно это большие объемы. Так вот, когда мы показали, что наш Unibox, следующее название, которое пришло, то есть наш Unibyte может быть персональным пространством, и, соответственно, туда можно ставить вот эту бортовую интеллектуальную систему, то они неожиданно говорят, мы поняли, для чего мы это создаем. Вот, и у нас сейчас идет очень тесный контакт, вот, мы сейчас работаем со специалистами Google, которые тоже работают на создании именно искусственного интеллекта. И таким образом у нас получается вот эта бортовая компьютерная система, именно интеллектуальная система, она будет адаптирована под того, кто на ней находится. И, соответственно, это вышло просто за понятие электромобиль. Это становится, мы это ввели новое понятие Unibox, то есть это система, которая еще обладает бортовой интеллектуальной системой, бортовой аудио-видео системой, которая может вырабатывать электроэнергию. Кресла, которые мы сейчас разрабатываем, они будут обладать там и массажными свойствами. Это пространство, которое сейчас есть у нас, целая группа, она будет обогащаться кислородом, ароматизироваться, ионизироваться, то есть это будет индивидуальное эко-пространство. И таким образом, мы само собой пришли к понятию, как мы это ввели МПС, то есть Mobile Personal Space, то есть это пространство, которое находится постоянно с вами. Это ваш компьютер, ваше рабочее место, ваш чемодан, потому что там упакованы, и дальше мы вышли в концепцию именно транснета, в том плане, что этот бокс стоит у каждого дома, потом вы в нем перемещаетесь в любое место, и это ваше персональное пространство. И если говорить по аналогии, то интернет, вы открыли компьютер или включили, соответственно, смартфон, вы в информационном пространстве. Точно так же, садясь в свое рабочее место, находясь, вы сразу же входите в систему транснет, и со временем, я не говорю, что это произойдет на следующий год, но через какое-то время, в ближайшей перспективе, соответственно, это пространство, индивидуальное пространство будет перемещаться везде. Но это я вам чуть-чуть уже с точки зрения футурологии. А сегодня мы на выставке в Берлине демонстрируем электромобиль, который по качественным уровням превосходит все сегодня существующие. Вот, по энергетическим свойствам его даже просто нельзя сравнивать, потому что мы решили ряд вопросов, которые сегодня не может решить автомобиль первого уровня. То есть, сегодня Илон Маст меняет двигатель внутреннего сгорания на электромобиль, и таким образом пытается уйти в экологию. Но для экологов, кто понимает, что замена двигателя внутреннего сгорания на электродвигатель, это ни в коем случае экологию общую не улучшает. То есть, наоборот, за счет того, что при передаче электроэнергии, чтобы зарядить этот аккумулятор, идут больше потери, КПТ электродвигатель в автомобиле ниже. Мы, когда подняли автомобиль на второй уровень, дали ему электродвигатель, вот мы как раз где-то по энергетическим затратам, по сравнению с Тесла, мы где-то в 16-18 раз более эффективнее, чем автомобиль Тесла. Поэтому это совсем другая энергетика, это совсем другие затраты, совсем другая логистика строительства. А так как мы сейчас прорабатываем уже именно робототехнику, которая будет в автоматическом режиме это строить, в автоматическом режиме строить станции, вот, то, соответственно, это входит совсем в другую логику развития, к которой мы сегодня привыкли, ну, к которой мы сегодня смотрим. Поэтому все я обычно в своей выступлении по футурологии заканчиваю таким образом, что, друзья, трудно отрицать, что за последние 15 лет жизнь изменилась радикально. Но если у кого-то не изменилось, я не поведу. Особенно, когда мне мой сынишка задает вопрос, папа, а какой у тебя в детстве был интернет? Ему трудно объяснить, что сейчас, что интернет, то, чем мы сейчас пользуемся, теоретически придумать даже невозможно. Так вот, сейчас надо подойти, и то, что мы сегодня создаем, надо осознать то, что за ближайшие 15 лет жизнь изменится еще более радикально. Если интернет убрал границы между странами с точки зрения информации, то транснет убирает границы с точки зрения ВИС, с точки зрения перемещения, с точки зрения финансовых возможностей. Поэтому, что сегодня необычного, то, что мы делаем? Мы развитие такого инновационного, прорывного проекта ввели в рамки МЛА. То есть там мы три года назад ввели многоуровневый маркетинг, и это позволило нам за три года построить и привлечь деньги. У нас сегодня полмиллиона тех, кто зарегистрированы в нашем проекте, больше ста тысяч, те, кто активно инвестирует, и сегодня все больше и больше подключается именно лидеров, которые знают, как работать с большим количеством людей. Мы активно работаем, мы обсуждали сегодня, естественно, с битчейнами, это в обязательном порядке, потому что это новая в финансовой сфере. Опять же, почему битчейн нельзя было рассматривать 10-20 лет назад? Потому что не было такого интернета. В мере развития интернета биткоин и битчейн, то, что сегодня, это естественное развитие, поэтому мы сейчас уже рассматриваем финансовых инструментов использования, то есть именно выпуск обязательств по технологии битчейна. Ребята, интересно, что мы сейчас будем взаимодействовать, если окажется, что действительно мы можем друг другу быть полезны, то мы с технической точки зрения, получается, нашли средства, которые может нам генерировать сегодня эти битчейны. И еще что очень интересно для нас, что все, что сегодня новое возникает, я две недели назад был в Академгородке, в Новосибирске, приехал, у них там на одной улице 23 академических института. Они делают сегодня то, что даже представить труд. Они делают новые материалы, пожалуйста, у нас по теплопроводности, по прочности, по электропроводности, то есть по легированию стали, по новым двигателям. Все, что сегодня возникает, это все наш юнибокс, он все втягивает. Но и для нас самих стало неожиданно, что мы сделали основу для искусственного интеллекта. И таким образом получается, что это устройство, которое мы сейчас создаем, через некоторое время это вообще будет средой обитания. И вот это как раз позволило сегодня утверждать, что транснет, который сегодня создается, он как раз будет заключаться в том, что все сети, которые будут на Земле, они будут соединены в единую систему. И таким образом, неважно, перемещаетесь вы в Латинской Америке на таком юнибоксе, значит, если вам надо попасть в другое место с большой скоростью, значит, по системе Кенгуру ваш юнибокс становится в скоростной блок, перемещается со скоростью сегодня, в технологии четвертого поколения, у нас расчетные скорости 500-600 км в час, которые мы покажем, ну, я думаю, что на следующий год. А в технологии пятого поколения там уже закладываются скорости 1200-1250 км в час. Но, чтобы было понятно, мощность двигателя там будет всего 60 кВт. То есть, соответственно, энергетические затраты, они просто несоизмеримы ни с сегодняшними скоростными поездами, ни с сегодняшней железной дорогой. И заключение, чтобы было понятно, каким образом мы сегодня поговорим о лидерах, почему к нам сегодня подключаются. Очень вот с Игорем мы договорились, что он сегодня входит инвесторам и входит именно в строительство структур, именно людей, которые сегодня готовы инвестировать. Потому что оказалось так, он говорит, я с детства мечтал участвовать в такого рода проекте, только не знал, что это вы. И когда мы сегодня, вот опять же, мне понравился чисто профессиональный подход, чувствую, ну, я не зря сказал, что профессионал, вы все видели, что это профессионал. Так вот, любой профессионал, и мы видим такой уровень, вот как и Ротхоу, допустим, он смотрит технологии, изучает, общается, интересно. Потом, в обязательном порядке, они приезжают в конструкторское бюро, они приезжают на наше производство, они приезжают на стройплощадку, видят, как все это делают, и только после этого принимают решение. Если человек, сидя, ковыряясь в носу в интернете, говорит, я там что-то не верю, там что-то порвется, что-то это, что человек может понять, глядя в интернет? Тем более, читая даже не сами документы, а читая отзывы на эти документы, начинает делать, то есть в этом плане, я могу сказать, вот Ротхук, это бывший министр транспорта Южной Австралии, то есть это человек, который возглавлял предвыборную кампанию сегодняшнего премьер-министра Австралии, вот он когда услышал, мы с ним связались по скайпу, месяц мы переписывались, потом он приехал из Австралии для знакомства с конструкторским бюро, через 4 месяца он еще раз приехал с экспертами крупнейшей проектной компании, что было понятно, Ротхук за 4 года через его компанию правительство инвестировало в инфраструктуру Аделаиды 13 миллиардов долларов, то есть это довольно-таки крупный бизнесмен, и вот только после этого он принял решение и входить инвесторам, и презентовать эту компанию технологию премьеру-министра Австралии, а сегодня в Берлине, когда будут встречи с министром транспорта Германии, с министром транспорта Словакии, с кучей губернаторов из России, которые будут там, Илон Маск обещается быть там на нашем стенде, но я этого перископ не говорю. Вот, соответственно, то же самое, презентовать эту технологию будет Ротхук, потому что когда высокого уровня чиновники, они любят общаться, ну во всяком случае, со своими. Поэтому Юницкий, как автор, попросил Ротхука презентовать, и он в Берлине вот на следующей неделе три дня будет рассказывать, показывать на стенде. Поэтому нам не стыдно, что нашу технологию в Берлине презентует бывший министр транспорта Южной Австралии. Вот, и соответственно, сегодня уже изучая, смотря, вот мы с Игорем вчера, опять же, много проговорили с точки зрения именно стимулирования, мы сегодня выстроили очень неплохой маркетинг-план, то есть я говорю, что за прямое привлечение премии у нас идет до 36%, и еще половина от этого выплачивается теми же акциями, которые мы сегодня продаем. Естественно, что если это не продукт, значит он не интересен, но с другой стороны спрос на эти акции все постоянно и постоянно увеличивается. Вот, я говорю, мы постоянно растем сегодня, я тут даже рассказывал, что наша проблема возникает в том, что мы растем более быстрыми темпами, чем мы ожидали, поэтому возникают технические проблемы сейчас и с программным обеспечением, и с финансовым анализом, но это естественная проблема роста тут. Нас постоянно критикуют, причем, интересно, с точки зрения критики и классического сетевого бизнеса, нам говорят, что мы недорабатываем. Но мы сами понимаем, если мы три года назад, мы как котята пришли на этот MLM бизнес, я вообще не мог представить, что в MLM можно собирать деньги вот на такие проекты. Сегодня я могу сказать, что это единственное правильное было решение, потому что до этого 10 лет мы с Юницким работали, привлекали крупных инвесторов, шейхов, банкиров, кто только не был из российских бизнесменов нами. Вот сегодня Тельманов, мы-то самое упоминали, чей отель там из Майлов, и с Тельманов мы так сказать общались, и он был нашим там, ну не партнером, но как бы таким. Поэтому много чего было. Но стратегический партнер в данном случае для нас всегда был тормоз, потому что тот, кто дает деньги, и он понимает, что на эти деньги вы делаете образец, значит, соответственно, этот образец принадлежит мне. И мы постоянно сталкивались вот с этой логикой. Причем независимо, дает деньги свои, или чиновник дает деньги государству. Логика одна и та же. Когда мы вышли на логику именно венчурного, народного финансирования, как мы его называем, крауд инвестинга, у нас сегодня логика, я за временем, Алексей, так сказать, мы подошли к тому, что мы за три года сегодня создали абсолютно демонстрационную, готовую модель. Мы под декларацией возможностей технологии перешли к демонстрации этой технологии. И начиная с октября мы каждый месяц фактически будем показывать новые машины, новые решения, новые возможности, которые сегодня идут. И в заключение могу сказать, что у нас постоянно идут сейчас переговоры уже с крупными инвесторами, именно с крупными банками, фондами, структурами, но они все ждут, когда мы закончим вот эту венчурную часть. Когда вопрос, есть технологии или нет технологии, он отойдет на второй план. И, соответственно, начиная где-то с ноября этого месяца, когда начнутся уже испытания, и мы перейдем к сертификации, соответственно, эти вопросы все уходят на второй план. Ну вот, друзья, это если в трех словах уже, я думаю, не первый раз все слышали об этом проекте, что нового у нас появилось, что идет выставка, и мы уже демонстрируем готовые образцы, и после выставки приступаем к ходовым испытаниям, что к нам подключается сейчас, вот Игорь, наглядный, там, например, лидер, и на Берлинской выставке у нас будут лидеры с Бельгией, с Голландией, с Францией, с Италией. То есть, опять же, вот благодаря Алексею, вот я когда приехал первый раз, я даже не мог представить, что европейские вообще инвесторы могут к нам в проект прийти. Я думал, что это чисто наше русское дело, что какой-то русский изобретатель и что-то изобрел, и только русские могут в это вкладывать деньги. Но когда мы сегодня столкнулись, начиная с июня, у нас европейцы платят сегодня больше, чем в России и Беларуси. А в этом месяце уже один к трех пошел. Коффициент, что у нас только в Словакии, мы прям отсюда едем, после берлинской выставки в Словакию, потому что у нас сегодня большое количество инвесторов идет в Чехии и Словакии. Просто очень серьезное количество. Поэтому мы видим сегодня интерес к этому проекту, как он начинает материализовываться все больше и больше. Ну а вы считаете, что мы каждый месяц, либо я, либо мои партнеры, вот Виктор Блакуев, там Алексей Сходоев, он был в прошлый раз здесь, мы постоянно будем к вам приезжать, рассказывать и говорить о том, что смотрите, отслеживайте, и на каком этапе придет время, когда вы к проекту подсоединитесь, это лично каждого из вас. Я не исключаю, что мы с вами в этом проекте встретимся на стадии того, что вы будете пользоваться им просто как пассажир. В принципе, тоже нормально, потому что вы будете платить билеты, мы с этого будем получать прибыль. Я донутирую, из нас никто не встретится. Что? Из нас никто не встретится на вашем битроеде. Это личное мнение. Как Игорь, вы говорите, он, Игорь, хорошо соображает в компьютере, во всем. А вот в этом деле, в транспорте, доставке, он... Как вы хорошо соображаете? Я всю жизнь в транспорте. Сергей, хорошо. Значит, тогда на выставку в Берлин я или после в перерыве... Зачем я вас торгу по-любому? Восьмому вопросу мне скажите, что у вас хорошего делать? Вас не перевезет или ничего. Слава, слава. Мне очень приятно разговаривать с такими экспертами, которые... Я знаю технически. Это хорошо, что вы знаете. Очень хорошо. У вас личности против поезда вы ноль. Против кораблестроения вы ноль. У вас все дороже. Вот эти... Не надо для вагонов строить ваших... Знаете, я сколько за 17 лет, чем я занимаюсь вот этим? То есть вот так вот. Один состав. Вот вы мне скажите, 30 вагонов. Один состав. Сколько вам надо вот этот... Если я отправлю 10 вагонов в Казахстан, то скажите вагон. Подискутируем. Тем более, что... Я просто вы здесь здесь и не разговариваю, что слушайте. Я не хочу. Я не хочу. Можно я не знаю, что я не знаю, что я в жизни. Тихо-тихо, господа. Давайте так. Во-первых, я... Нет, одну секунду. Реплику по поводу того. Здесь платформа для того, чтобы рассказывать о проекте. А не делать к ним критические замечания. А не делать к ним критические замечания. У вас все полезного действия. Это мой. Но это потом ты расскажешь на суток. Каждого человека свое мнение. Абсолютно. Слава. Я не мнение, я вам хотите, распишу. Давайте вы просто сейчас заполчите, да? С 50-го года. Все, все, все. Хорошо, хорошо. Мы не верим, что вы говорили, ты елду говоришь. Кто-то вступал. Когда представитель Майкрософт наступал в 50-м году, мы тоже кричали, ты елду говоришь. А, подожди. А президент США сказал, что не может быть, что в каждом компьютере будет дом. В каждом доме будет по компьютеру. Наши детки гирали песочницу. Куда-то будет. А вы ездите по железной дороге? И будут компьютеры железной славы для первого века. Друзья, это лишний раз. В этом пуще железная дорога. Я вижу перспективы, какие перевозки здесь. И сколько можно перевезти по железной дороге. Так, друзья, я всегда в такой аудитории находился... Продолжаем. Так, господа Сергея, большое спасибо. Ну все, друзья, будут вопросы. Давайте, так сказать, на это самое все. Тем более, что у нас была прямая презентация в Перископе. И там, я тоже думаю, сколько под тысячу человек, так сказать. Там было, да. Мейте, пожалуйста. Так что... Смотрел весь мир. В интернете около тысячи человек. И я специально повернул и показал этого человеку. Да, пожалуйста, так сказать. Все видели. Да. Механик, телексехналь, он знает, что такое транспорт для перевозки. Все, отлично. Отлично. А вы вот людям, которые 0 в этом, вы взяли и рассказали сказку. Что это... Ха-ха-ха-ха.